Здравствуйте, это канал главные новости Казахстана. Ловушка для Назарбаева. Ряд решений и поступков принятых Назарбаевым и его окружение загнали его в своего рода ловушку, так давайте разберемся как так получилось и что будет дальше. Ставя себя на место Нурсултана Абишевича, надеемся, что это не будет расценено в Акарде как попытка его насильственного свержения, давайте прикинем, какой человек устроил бы Елбасы, пойдем от личности самого Назарбаева, ведь хотя провластная пропаганда и пытается сделать его чуть ли не посланцем Всевышнего, обладающим сверхъестественными способностями, он самый обычный смертный, а значит, не может не задумываться о будущем тех, кто ему действительно дорог. Из этого следует, что Нурсултану Абишевичу прежде всего хочется преемника, который не будет обижать его любимых людей, обеспечит им безопасность и сохранит их материальное благополучие, тем более что возраст заставляет его постоянно помнить о бренности бытия и о том, что ничто не вечно под луной. Далее, судя по тому, как Акарда усиленно формирует миф о том, что Назарбаев первостроитель казахстанской государственности, Елбасы очень хочется попасть в историю именно в этом качестве, Другими словами, политический преемник должен если не сохранить нынешний курс неприкосновенности, то как минимум не отрицать его, а также признавать историческую роль Нурсултана Абишевича и сохранить Астану как вечный ему памятник. Что касается остальных возможных требований лидера нации к наследнику, то они вторичны. Например, способности преемника руководить государством или обеспечить себе поддержку большей части казахстанской элиты будут цены не сами по себе, а поскольку позволяют решать ключевые задачи гарантирования беспроблемного будущего родным и близким Елбасы и дать положительную оценку его личности в будущем. Теперь посмотрим, есть ли такой человек в окружении лидера нации. Даже беглый взгляд на нынешнее окружение Назарбаева заставляет сделать печальный вывод. В нем нет ни одного человека, который мог бы соответствовать двум главным требованиям Елбасы к его политическому наследнику, и не только по своему калибру. Сам сход исторического процесса, архитектура нашей политической системы диктует второму президенту РК необходимость рано или поздно начать пересмотр прошлого и передел собственности. Дело в том, что в Казахстане власть и собственность, власть и капитал, власть и деньги тесно и прямо взаимосвязаны. Причем первая рождает вторые, в прямой пропорции чем больше власти, тем больше доход. И если политическая власть переходит в другие руки, это неизбежно должно привести к переделу собственности, сфер влияния, теневых доходов, то есть ущемлению интересов родных и близких Назарбаева. Другого варианта у наследника Елбаса просто нет, иначе через какое-то время деньги, капитал, собственность начнут неизбежно трансформироваться во власть, а именно этого очень боятся и в Акарде, и в Москве, и в Пекине. Единственный выход из этой ситуации, когда политические и личные наследники это одно и то же физическое лицо, что возможно только при наследственной монархии или ее подобии. Однако этот вариант в Казахстане не прошел, хотя попытки были, но тут у Елбаса большая проблема. Из его дочерей только Дарига способна занимать государственную должность и быть политиком. Правда, она сильно скомпрометирована браком с Рахатом Алиевым и давно отодвинута на вторые роли. Что касается сыновей, то им до минимального возраста, установленного Конституцией для главы государства, расти и расти, поэтому здесь нет никаких шансов непосредственно передать им власть. Второй аспект, который не может не учитывать такой опытный политик, как Назарбаев, это давление обстоятельств. Если социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в Казахстане будет ухудшаться, а пока все говорят за это, следующий президент будет всегда искушаться возможностью возложить ответственность за все плохое на своего предшественника, особенно если его уже не будет в живых. Из этого краткого теоретического размышления вывод только один идеального преемника у Нур Султана Абишевича нет и не будет, зная его привычку никогда не класть яйца в одну корзину, никому не доверяться полностью и всегда перестраховываться. Можно предположить, что Елбаса будет в первую очередь решать стоящие перед ним задачи как человек, а не как лидер нации. В результате буквально через год-два значительная часть казахстанской экономики будет юридически принадлежать неким иностранным компаниям, как офшорным, так и обычным, которые будут находиться под защитой и юрисдикцией государств, где они зарегистрированы, и, соответственно, перестанут представлять собой легкую добычу для следующего поколения казахстанских власть имущих. Вторая группа задач это увековичивание Назарбаева. Именно на ее реализацию нацелена вся провластная пропагандистская машина. Результат ее усилий не слишком заметен, но то, чего она добивается по приказу из Аккорды, очевидно. Но как только машина эта перестанет работать, произойдет то же самое, что уже имело место в последние годы СССР. Начнется жесткий откат в обратную сторону, кроме того, именно в этой сфере кроется ловушка для первого президента РК, заложенным же самим. Потому что клятвенные обещания, публичные и личные, со стороны его приближенных продолжить курс и политику Назарбаева во многом, если не полностью, повлияют на выборы Елбасы. И это при том, что преемник, скорее всего, свои обещания не выполнит. Это означает, что сильный и самостоятельный политик, способный круто повернуть государственный руль, Елбаса в качестве преемника не нужен вовсе. Ему нужен человек, который будет прижиматься к Назарбаеву, опираться на него как на фундамент, клясться его именем и курить ему фемиам. Точно так же, как это в свое время делал Иосиф Сталин до тех пор, пока сам не окреп и не начал перестраивать страну на свой лад и по своему вкусу. Третья группа задач это передача власти. По моему мнению, Назарбаев эту задачу перед собой не ставит вообще, хотя бы по той причине, что это противоречит его жажде власти и натуре, а также пугает психологически, так как наталкивает на мысль, что он может умереть. Таким образом, если Назарбаев проживет заметно больше предсказанного ему Мухтаром Аблизовым полугода, то мы обречены на верхушечную политическую реформу, очень похожую на ту, что полтысячелетия назад сделал русский царь Иван IV, когда передал трон татарскому царевичу, а сам сделался отшельником и главой опричнины. И вот тут мы подходим к вопросу, ради которого писался этот материал, а именно, какой нужен следующий президент Казахстану? Дело в том, что за прошедшие с момента обретения независимости годы в стране и вокруг нее накупилось столько проблем и нерешенных задач, что продолжение нынешней внутренней и внешней политики неизбежно и неотвратимо ведет страну к раху. Не будем опираться в проблемы первого плана в ради обострения и споров относительно роли будущего казахского языка, падающего уровня жизни или отсутствия социальных лифтов. Попробуем нарисовать задачи для второго президента R как крупными масками. Во-первых, это обеспечение конкурентоспособности Казахстана, его экономики, товаропроизводителей и так далее, и тому подобное, от отдельного гражданина до страны в целом. Пусть если не во всем мире, то по отношению к ближайшим соседям, если не во всех отраслях, то в ключевых для нас. Во-вторых, это сокращение безработицы до 5-6% от трудоспособного населения, то есть соответствующего нормальному состоянию рыночной экономики. В нынешние официальные показатели по занятости мы не верим. По нашей оценке, сегодня в Казахстане безработными являются от четверти до трети населения. В-третьих, сохранение суверенитета и государственной независимости Казахстана. Последнее, как ни страна, в условиях единого экономического пространства с Россией и уплотняющихся хозяйственных связей с Китаем может стать даже ключевым. В-четвертых, выдвижение и продвижение национальной идеи, способны если не объединить все населения страны, то влечь за собой большую часть тех граждан, от которых что-то зависит в этой стране. Потому что три остальные задачи не могут быть решены без этого. Теперь получается, что в Казахстане не даже шансов появления национального лидера, способного организовать достижение целей национального значения в 21 веке. Нынешняя костеневшая политическая система может только делегировать из своих рядов новых елбасы, каждый из которых будет хуже прежнего, как это уже случилось в Советском Союзе. И, похоже, стране нужен не новый лидер, а новая система, судя по тому, как Аккорда усиленно формирует миф о том, что Назарбаев, первостроитель казахстанской государственности, елбасы очень хочется попасть в историю именно в этом качестве. Другими словами, политический преемник должен если не сохранить нынешний курс неприкосновенности, то как минимум не отрицать его, а также признавать историческую роль Нурсултана Бешевича и сохранить Астану как вечный ему памятник. А что думаете вы, по этому поводу, напишите в комментариях. Также подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok